Тестируем запись на настроенной полностью кассетной деке PIONEER CTS 830, сделанной в 1994 году, пришедшей в настройку. Дека настроена полностью, все параметры подстроены от скорости до записи. Опорная лента одна для настройки, у нас есть настройки, резисторы переменные для настройки на NORMAL, также подмагничка на NORMAL настраивается. И все, этим ограничиваются настройки записи в данном аппарате. Это не 920, а не 910, где их больше. Но, тем не менее, основные типы, с которыми можно настроить ленту, я выбрал стандартный BAS Ferrum Extra 1. На удивление, совпали с автоматической коррекцией усилителя записи. Чуть поярче будет запись на Sony в псевдохроме. И практически один в один будет запись по всей частотке, вплоть до 18 кГц на металле Sony. Дальше небольшой спад, но все в пределах паспортных данных на аппарат. Итак, слушаем запись. Источник стеки на комичи ZX9. Стеки на комичную. Лента. В долбец пишем. Еще раз, источник, лента. Тест долбит, как мне нравится. Источник, пленка, источник. Лента. Субтитры создавал DimaTorzok Проверим также обязательно, как аппарат работает с лентой Chrome. В данном случае Sony. Обращаю внимание, пишем без калибратора, пишем на заранее настроенном мной уровне и подмагничивании в ленте. Ставим конец кассеты, нужно немножко обмотать. Включаем запись. Поехали, лента. Ну, как можем слышать, отсутствует разница на слух. По приборам она также малозаметно. Есть, конечно, но на слух мы уловим только небольшое освежение звучания за счет чуть-чуть лучшей отдачи на верхах на записи кассеты. Лента. Хром. Итак, лента. Источник. Лента. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова